Мои комплименты шеф-повару, который сварил это где-то в Чане на одном из косметических заводов во Франции Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим, наверное, об одном из самых дорогущих консилеров, которые только представлены на рынке Возможно, кстати, это и самый дорогой консилер, я здесь точно не уверена И я сейчас имею в виду консилер от Cicely, который называется Eye Concealer Ну, в принципе, они не заморачивались с названием Официальная стоимость этого консилера составляет аж 107 долларов Да, наверное, многие кошельки сейчас просто съежились от боли Да, цена здесь, как мне кажется, действительно достаточно высокая И мы постараемся с вами разобраться, насколько она оправдана или же не оправдана Поэтому давайте приступать Для начала давайте, как обычно, пройдемся по фактам Я себе взяла консилер в оттенке номер 1 Также сделан он во Франции Срок годности у него после открытия 12 месяцев И за свои деньги вы получаете 15 миллилитров В комплект входит не только сам продукт Если мы заглянем в коробочку, мы увидим, естественно, сам консилер И также еще и кисть, с помощью которой этот консилер нужно наносить Об этом мы с вами более детально поговорим чуть позже Я вам также обязательно покажу, как этот консилер наносится Как он держится на протяжении дня И также я его сравню с тремя консилерами Которые, как мне кажется, очень похожи по консистенции И, в принципе, являются своего рода аналогами А сейчас я предлагаю посетить официальный сайт Здесь написано, что это тонирующее средство Против темных кругов под глазами Он скрывает не только темные круги за счет пигментированности Но также он снимает отечность и проявление усталости под глазами Также этот продукт сугубо заявлен как консилер именно в зону под глаза То есть это не тот продукт, которым мы перекрываем прыщики, пигментные пятна и так далее Также написано, что он визуально сглаживает проявление морщин И в целом делает зону под глазами более красивой В дополнение к этому написано, что этот продукт уменьшает проявление мешков под глазами И что это очень легкое нанесение, натуральный финиш и стойкость И вы знаете, после того, как я прочла все эти утверждения У меня складывается четкое понимание, что это не просто декоративная косметика Что это еще и дополнительно уход Так ли это на самом деле, мы с вами опять-таки выясним чуть попозже Когда будем разбирать состав, потому что не всегда заявления отвечают действительности К примеру, вы помните фиаско с консилером La Prairie Но давайте, наверное, начнем чисто с декоративного эффекта Я вам расскажу, как его лучше всего наносить, какой эффект он делает Как он держится на протяжении дня и так далее Как, собственно, и было указано на сайте Sisley У этого консилера вот такой вот есть металлический аппликатор Он действительно очень холодный Как только он касается кожи, чувствуется в этой зоне прям такой конкретный холодок Но, откровенно говоря, я считаю, что вот эта часть немножко бесполезная Потому что этого консилера нужно настолько мало наносить И настолько аккуратно его наносить Вы просто-напросто не успеете получить какие-то преимущества Именно от массажа этой зоны Или какого-то продолжительного более-менее действия на эту зону Именно за счет холода Как я и сказала, с этим консилером крайне важна умеренность Это совершенно не тот продукт, которым нужно рисовать треугольники под глазами А потом это все растушевывать Это вообще, в принципе, особенность вот такой вот текстуры Потому что по своей текстуре этот консилер немножко более вязкий Немного более тягучий И опять-таки, если вернуться к сайту Sisley То у них есть подробная видеоинструкция По поводу того, как правильно наносить этот консилер И вот это как раз тот случай, когда их обучающее видео полностью соответствует реальности Вот согласитесь, бывает такое, что заходишь на какой-то сайт Там написано, вам достаточно только одной маленькой точечки Которая растушуется там по всему лицу А на самом деле тебе нужно в 10 раз больше Вот с этим продуктом совершенно не нужно много Потому что иначе он начнет скатываться И выглядеть хуже, чем если вы нанесете его в меньшем количестве Но я считаю, что это только плюс Потому что таким образом расход у него гораздо меньше И вам его, соответственно, хватит гораздо на дольше Кисточка, которая входит в комплект, конечно, совершенно не отвечает стоимости в 107 долларов Это обычная синтетическая кисть с пластиковой ручкой Что касается эффекта, который я вижу в зеркале после нанесения Это в первую очередь свежесть Вот по-другому я бы это не описала Зона под глазами выглядит действительно максимально свежо Возможно, это за счет оттенка Потому что оттенок изначально, когда просто смотришь И вообще, в принципе, вся эта линейка Это ни в коем случае не консилеры Это скорее корректоры Они все либо розоватые, либо более персиковые И если вы хотите найти оттенок вашей кожи Или там чуть светлее То вы его здесь не найдете в этой линейке Здесь нужно рассматривать этот продукт Именно как корректирующий У меня оттенок номер один И я считаю его очень удачным Он именно такой классический персиковый Если у вас есть темные круги под глазами То именно такой оттенок очень хорошо нейтрализирует этот участок Что касается степени покрытия Я не могу сказать, что она очень высокая То есть если у вас очень сильные темные круги под глазами Возможно, для вас это было бы хорошим первым шагом То есть вы бы сначала нейтрализировали темные круги Потом сверху бы прошлись буквально вот так по орбитальной кости Не заходя ближе к ресницам Каким-то консилером, который бы просто выровнял общий цвет Лично для меня такой степени покрытия полностью хватает То есть дополнительно никакими консилерами под глазами Я никогда не пользуюсь Единственное, я его обязательно закрепляю пудрой Потому что опять-таки Это свойства вот таких вот консилеров Которые немножко более кремовые и тягучие Они не усаживаются самостоятельно То есть обязательно нужно их чем-то закреплять Я для того, чтобы закреплять все консилеры, о которых я буду сегодня говорить И те, с которыми я сравнивала сислы Я закрепляла одной и той же пудрой от Hourglass На мой взгляд, этот консилер в зоне под глазами Выглядит действительно безупречно Вот до того, как я пробовала сислы Ни один консилер у меня полностью не устраивал Потому что либо он выглядел сухо в конце дня Либо уже менялась или сама пигментация консилера И проявлялись темные круги Либо просто зона под глазами была не такая свежая, как в начале дня Вот с этим консилером я была действительно настолько поражена Когда я смотрела кадры съемки в начале дня и в конце дня Я не могла поверить, что это промежуток в целый день Потому что, казалось, я открыла один и тот же файл Потому что этот консилер выглядит абсолютно точно так же, как и после нанесения В самом конце дня И, кстати говоря, я бы его никогда не заказала, если бы не ваши советы Потому что очень многие его советовали Именно как самый лучший консилер, который только существует на рынке И после того, как я его попробовала, я поняла, о чем вы мне говорили Так, с декоративным эффектом мы, в принципе, с вами, как мне кажется, разобрались Теперь я хочу с вами обсудить состав И меня это сейчас безумно радует Потому что состав у него действительно очень хороший Сразу скажу, что здесь в составе нет ни одного какого-то спорного, негативного ингредиента Который вызвал бы у меня лично опасения Из-за чего бы я не хотела им пользоваться И по составу действительно видно, что они старались создать декоративную косметику С ухаживающими какими-то компонентами Что касается конкретных ингредиентов То на первом месте здесь вода Дальше указан глицерин И на сайте указано, что это растительный глицерин Вообще глицерин это очень хороший природный увлажнитель И если он находится в составе в комбинации с разными маслами и активными ингредиентами Это тот компонент, который помогает им проникнуть немножко глубже То есть мало того, что он притягивает влагу и удерживает ее на поверхности кожи Он еще и работает как своеобразный проводник Дальше в составе идут загустители разного рода усилители текстуры Без этих ингредиентов создать декоративную косметику просто невозможно Поэтому они в любом случае будут присутствовать Дальше среди активных ингредиентов, которые я здесь вижу Еще также присутствует кофеин Это тот ингредиент, который борется с темными кругами под глазами И именно припухлостью, то есть мешками под глазами Вообще если копнуть очень глубоко Нет какого-то четкого исследования Которое бы на 100% доказывало эффективность кофеина Но в то же время кофеин очень часто можно встретить в кремах под глаза Которые как раз таки и направлены на борьбу с мешками под глазами и темными кругами Сразу после кофеина мы видим бисаболол Бисаболол это успокаивающий агент Его могут выделять из ромашки Либо получать синтетическим путем И исследования показывают, что он может обладать осветляющими характеристиками То есть делать кожу немножко ярче И следом после него идет еще один хороший ингредиент Это гидролизированный соевый белок Это натуральный, очень мощный антиоксидант Восстанавливающий и успокаивающий кожу агент Полученный из соевых бобов Существуют исследования, которые показывают Что соевый экстракт очень сильно улучшает неровный тон кожи И также он способен бороться с признаками старения Которые мы получаем от воздействия окружающей среды на протяжении многих лет Что касается активных ингредиентов, то тут в принципе все Но помимо этого здесь еще есть несколько экстрактов Например экстракт арники, экстракт дикой моркови, экстракт гинкобелова, экстракт хвоща полевого и экстракт красной лозы Все это по большому счету антиоксиданты И последние чаще всего встречаются в форме масла Ну вот мы собственно и подошли с вами к кульминации Вот это я считаю действительно оправданный состав для такого ценника Возможно все-таки не такого высокого Вы знаете, я не настолько разбираюсь в этой теме Чтобы сказать, насколько дорогие эти ингредиенты И насколько дорого обходится производство этого консилера Чтобы прям вот такой вот ценник ставить Но тем не менее, здесь я хотя бы понимаю, что я плачу деньги И я получаю нормальный состав Который мало того, что делает декоративный эффект Но хотя бы еще частично я могу рассчитывать на то Что это ухаживает за зоной под глазами Но если вы думаете, что на этом мы с вами закончили То еще пока нет Потому что я сравнила этот консилер с тремя Которые у меня есть Которые я посчитала наиболее напоминают его текстуру И это два консилера от It Cosmetics Bye Bye Under Eye Один это классический Bye Bye Under Eye Второй Bye Bye Under Eye Illumination И также я взяла супер бюджетную версию Это Revolution Pro Full Cover Что касается It Cosmetics То здесь состав тоже не такой вот простой И если зайти на сайт It Cosmetics То там указано, что эти консилеры разрабатывались С ведущими пластическими хирургами Стоит каждый из них по 26 долларов То есть по сути это четверть цены консилера Cisley И вы знаете, вот после того, как наносишь все эти консилеры под глаза Мгновенный результат очень похож То есть действительно они и по текстуре очень похожи И по своим каким-то первоначальным свойствам Что касается того, как они держатся на протяжении дня То все-таки результат от It Cosmetics Немножко хуже То есть зона под глазами выглядит уже в первую очередь не такой свежей Вот действительно, что отличает в первую очередь консилер Cisley Это вот та вот свежесть, которую я вижу в конце дня Что же касается It Cosmetics, это просто, скажем так, удовлетворительный результат То есть консилер не скатывается сильно Не пересушивает зону под глазами И вообще когда-то этот консилер был моим фаворитом Именно для возрастного макияжа Для очень сухой кожи, для какой-то морщинистой кожи под глазами Поэтому это действительно неплохой вариант Но в то же время его состав тоже гораздо проще Здесь в составе неоцинамид Неоцинамид это тот ингредиент, который тоже осветляет кожу Также здесь гиалуроновая кислота в составе Которая увлажняет зону под глазами И последний ингредиент, который имеет такие более-менее уходовые свойства Это гидролизированный коллаген Но по сути коллаген, он бесполезен для нанесения поверхностно Потому что коллаген это тот ингредиент, который вырабатывается нашей собственной кожей И когда мы его просто наносим сверху в качестве крема Или уж тем более консилеров в очень низкой концентрации То по сути это просто как бы модное название Которое особо роли никакой не играет Ну, по крайней мере, это основываясь на тех знаниях, которые есть у меня Возможно, я здесь ошибаюсь Но, насколько я знаю, это именно так Что же касается Revolution Pro То этот консилер, конечно, просто имеет смешную цену по сравнению с Cisla Потому что Cisla стоит 107 долларов А этот даже до 7 долларов не дотягивает По-моему, он даже меньше 7, там около 5 долларов Он стоит Короче говоря, это даже с какой-то стороны кощунство Сравнивать супер премиум класс и настолько бюджетную косметику Но, тем не менее, этот консилер далеко не самый плохой Потому что, когда я впервые им попользовалась Мне он очень напомнил как раз таки It Cosmetics И я его назвала таким более бюджетным аналогом этого консилера И вы знаете, действительно, вот что-то в этом есть Конечно, в его составе абсолютно нет ни одного ингредиента Который мог бы как-то ухаживать за зоной под глазами Как-то увлажнять ее Или хоть какие-то преимущества иметь именно для ухода этой зоны Это сугубо только химический состав Здесь ингредиенты очень простые Их немного, то есть это достаточно короткий список ингредиентов Но, тем не менее, вот опять-таки После того, как вы наносите Результат очень похож у всех этих трех консилеров В конце дня он также выглядит очень неплохо Но здесь есть очень такое серьезное но Этот консилер сам по себе наиболее жирный, наверное, из всех по текстуре И из-за того, что он такой жирный Даже когда его закрепляешь в зоне под глазами И опять-таки, как я и говорила Я использовала одну и ту же пудру Hourglass Это тоже люксовая дорогая пудра Поэтому она хорошо работает Но, тем не менее, именно с Revolution Из-за того, что он такой вот излишний, наверное, жирный Очень часто случается такое, что у меня в конце дня отпечатывается тушь на нижнем веке И как бы я здесь ни старалась и что бы я ни делала Все равно я в конце дня, да даже не в конце дня, а где-то в середине дня Я уже вижу, как отпечатывается тушь Я вижу такие точечки, серые или черные В зависимости от того, какой день А если еще и чуть более жарко на улице Или мне, например, чуть более жарко То ситуация становится еще хуже Поэтому здесь как бы решать вам, насколько для вас это серьезный недостаток Может быть, если вы вообще не красите нижнее веко И не пользуетесь тушью на нижнем веке То для вас это абсолютно не проблема Если вы хотите получить и декоративку, и уход То, наверное, все-таки я бы рекомендовала вам обратить внимание на Сислый И официальная цена у него, конечно, заоблачная Я его брала на Натина На Натина он продается со скидкой И если уж покупать, то, мне кажется, по наиболее какой-то выгодной цене Поэтому, если вы заинтересовались Я вам очень рекомендую посетить именно сайт Натина для покупки Ну а если для вас это все-таки перебор и слишком высокая цена То, естественно, есть другие более дешевые аналоги Не такие хорошие однозначно Но, тем не менее, чисто декоративный эффект повторить они вполне могут И давайте сейчас в завершение я вам покажу кадры всех трех консилеров в конце дня Чтобы вы сами могли оценить результат И я вам очень рекомендую здесь переключить качество на 4К Если вы вдруг смотрите меня не в 4К Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным Обязательно поставьте ему палец вверх, если так и было Поделитесь этим видео с друзьями и подругами Возможно, кто-то из них сейчас в поисках как раз такого консилера Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот Если у вас есть еще немного времени, обязательно посмотрите другие мои видео Я вам здесь, кстати, оставлю обзор консилера La Prairie Чтобы вы знали, что не всегда бывает так, что высокая стоимость отвечает хорошему качеству А если эти видео вы уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом видео через несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok